Здрасте. Титан Фолла и способностями героя 12 сезона. В общем, интрига приличная, так что приятного вам просмотра. Раз уж заикнулся о сериале, давайте начнем с него. Первая информация о разработке какого-то визуального творения на основе Apex Legends появилась еще несколько месяцев назад. Тогда предполагалось, что это будет сериал с живыми актерами, однако подобная инфа раз за разом менялась. Сейчас же считается, что это все же будет рисованное ТВ-шоу. В то время эта новость не особо кого-то удивила, однако шло время и недавно с довольно сильным успехом выстрелил сериал по Лиге Легенд под названием Arkane. Сериал реально получился очень годным, в основном из-за того, что Riot Games занимались его разработкой, можно сказать, сами, и не были ограничены в творчестве. После подобной движухи, разумеется, игроки Apex заинтересовались, что уж там все-таки с сериалами по нашей игре. Разработчики легко намекнули, что работа реально ведется. Конечно, зная Electronic Arts, вряд ли стоит ждать какой-то независимый продукт. Скорее всего, сериал делает какая-то левая студия, которой просто поручили это дело. И сам он будет представлять из себя обычный фан-сервис. Но, понятное дело, надежда умирает последней, так что остается лишь просто ждать. На улице Рейн, на душе Пейн. И еще так хочется новый скин из ивента, а денег нет. Но есть выход! Теперь вы можете не тратить реальные деньги на игровую валюту и дополнения для PC и PlayStation. Все это можно приобретать на витрине Code for Game за бонусы от партнеров платформы. Используйте ваши бонусы и покупайте Apex Coins от 8 рублей за 1000 монет. На витрине постоянно обновляется контент и добавляются новые возможности для списания бонусов. Тратьте не деньги, а бонусы на codeforgame.ru по ссылочке в описании. А вот что, скорее всего, уже прямо на носу, так это долгожданный кросс-прогресс и поддержка NextGen'а для консолей. Еще перед новогодними праздниками Медина написала у себя в Твиттере, что оба этих нововведения ждут игроков уже в 2022 году. Напомню, что кросс-прогресс это возможность использования одного аккаунта как на разных консолях, так и на ПК. А NextGen, грубо говоря, повышение максимально доступного FPS в игре для все тех же консолей. Кстати, только нового поколения. Предположительно, обе эти функции появятся уже в 12 сезоне, однако это еще не все. Наряду с этими возможностями респауны в очередной раз пообещали больше новых режимов все так же в этом году. Вообще, как я уже рассказывал вот в этом ролике, новые режимы должны были появиться уже в 11 сезоне. Но пообещать пообещали, а прикинуть сроки, видимо, забыли. В любом случае, из-за больших проблем с технической составляющей игры и большим контентным застоем, за последние два сезона интерес к Апексу прилично просел. По крайней мере, по сравнению с тем, что было раньше. Разработчикам нужно как-то его возвращать, и, как говорят датамайнеры, 12 сезон будет одним из самых крупных и контентно богатым. Еще раньше я рассказывал вам про режим 6 на 6, захват точек и еще парочку. Также со счетом не стоит скидывать и соло-мод, который игроки просят уже очень давно. Ну и лично я невероятно сильно жду дезматч, который бы давал возможность отлично размяться перед батл роялем, или даже и вовсе привлечь любителей исключительно арена шутеров. Ну а разумеется, это все мои влажные фантазии, а как оно будет на самом деле, узнаем уже по сливам ближе к самому апдейту. А вот какие режимы хотели бы видеть лично вы, пишите в комментах. У кого точно не будет проблем с количеством всякой всячины, так это у мобильного Апекса. Как говорят инсайдеры, первые попытки его пробного выпуска в общий доступ должны состояться уже в этом месяце. Самое забавное, что уже сейчас в игре присутствует огромное количество контента, на фоне которого смотреть на состояние, так сказать, большого Апекса становится даже как-то неловко, начиная дезматч режимом и заканчивая перками прокачки. Напомню, что игру разрабатывает одно из отделений довольно спорной китайской корпорации Tencent. Однако сами же респауны твердят, что проект находится под их надзором, и они активно консультируют разработчиков. Не знаю как вы, но я надеюсь, что игра не получится по итогу обычной мобильной гринделкой. Кстати, если вы уже вошли в депрессию и думаете, что ближайший новый контент ждать еще полтора месяца, то можете немного расслабиться. На официальном канале Апекса появился тизер истории из внешних земель под названием Гридерон. Некоторые уже умудрились спамить довольно глупыми вопросами по типу, а че это трейлер сезона так рано? Но люди, смотрящие все мои ролики, знают к чему это все. Гридерон это одна из планет вселенной Тайтанфолл и по совместительству родной мир Бангалор и ее брата по имени Джеки, с которым они вместе служили в рядах пехоты АМС. На одном из заданий у нее произошла стычка с голопилотом, у которого Анита забрала свою будущую реликвию, а также та самая злосчастная пропажа брата. Как раз таки последнее событие и станет скорее всего отправной точкой истории, которую покажут в короткометражке. Напомню, что сразу после выхода истории в игре должно стартовать лорное событие по типу того, что было приурочено Бладхаунду. Как вы помните, на Бладхаунде тогда продавался особый комплект с Белой Вороной. И вы наверное спросите, шо тогда будет в комплекте с Бангалор? Белый брат чи шо? Но нет, это тот самый скин с особой анимацией выбора персонажа, от которой у многих сгорела попень. Ну а бесплатно вы скорее всего все так же сможете получить парочку кейсов приуроченных Банге и трекеры статистики. Сама история выйдет уже 4 января и будет нести в себе кучу отсылок и интересных деталей. Чтобы не пропустить ничего из этого, приходите на мои ежедневные стримы, которые проходят на самом ютуб канале. Разумеется, мы с вами посмотрим историю, я все переведу и разберу по косточкам. А сейчас парочка коротких, но очень интересных новостей и приближаемся уже к самому сочному. В одной из переписок в твиттере представитель респавнов высказался, что было бы неплохо добавить в игру реликвию в виде среда от полета. Шутка это или нет, решайте сами. И разумеется, пишите, как в целом относитесь к подобной идее. Относительно недавно разработчики уже заявили, что скины из ивентов, батлпассов и прочих активностей больше не будут обладать статусом, так сказать, эксклюзивности. Причем это относится не только к ивентам и пропускам, которые выйдут после этого заявления, а в принципе ко всей косметике в игре. Конечно, некоторые люди сколько угодно могут писать, что это крутая идея, ибо не все имели возможность получить скины раньше. Но, как по мне, это элементарная лень разработчиков. По-моему, если бы в игре постоянно выходило больше крутых новых скинов, то нужды в старых попросту и не было бы. Но зачем придумывать что-то новое, если есть тот самый велосипед, который еще и продать можно. Короче, ладно, со щепоткой негатива закончили, теперь как и было обещано к самому вкусному. Во-первых, разработчики уже подтвердили, что в 12 сезоне планируют увеличить прокачиваемый уровень аккаунта. Об этом их просят, наверное, все время существования Апекса и тем более соввода 500 уровня. Немного ранее респавны уже говорили, что, цитата, По нашему мнению, обычное увеличение уровня это слишком модально, и мы уже довольно давно разрабатываем новый метод прогрессии учетной записи. Разумеется, разработка очень сложная, но вполне возможно, чтобы игроки не скучали, мы все-таки решим увеличить уровень. Судя по всему, этот момент настал. Разумеется, официальных заявлений пока не было, но скорее всего левел повысят где-то до 1000. С какой частотой будут выдавать контейнеры, тоже неизвестно, но я бы не рассчитывал на особо большое их количество. Напомню, что игра скрыто подсчитывает ваш уровень с самого своего выхода, даже если вы уже несколько тысяч часов назад Апнули 500. Соответственно, если вы такой же задрот, как и я, то после увеличения уровня вы сразу получите и все кейсы, и максимальный левел. По новой прогрессии, как говорится, слагают легенды, но никакой внятной инфы пока что нет. Так что, пожалуй, воздержусь от непонятных теорий. Разумеется, это еще далеко не все интересности, ибо если вы смотрели прошлые мои ролики, то должны помнить, что следующей легендой будет Безумная Мэгги. Один из датамайнеров подтвердил, что по всей видимости, ее способности взяли за основу уже 200 лет назад слитую легенду под названием Хасария. Или Хесария, хрен его знает, короче. Кстати, я делал ролик со всеми будущими персонажами Апекса, которых удалось найти. Обязательно гляньте, там много интересного. Итак, способностями Хесарии была пассивка под названием Удар Дробовиком. Она представляет из себя мини-дробовик на ноге героя, который выстреливает при использовании мили-атак, если у вас есть дробь в инвентаре. Тактика Ослепляющая Граната. Как и не странно, является гранатой, которая ослепляет и дезориентирует врагов. И ульта перекочевала, видимо, из осады. Про бивной заряд, который после активации создает волну, ломающую ловушки, открывающую двери и дезориентирующую врагов. И все это, разумеется, сквозь стены. Все бы ничего, но до этого в файлах игры были упоминания другой способности, которая являлась чем-то типа увеличения урона в определенной области. И причем эта информация более свежая, чем предыдущая. Также на одной из недавно слитых эмоций Мэгги бросает какой-то нож. А буквально на днях ИСЮ, который перед выходом 11 сезона уже тизерил нам Эш, сказал, что у нового героя будет какое-то подобие волхака. Сопоставляя все эти факты, легко ответить на все вопросы. Разница в способностях заключается в банальном ходе разработки. Дело в том, что Хисарию, как я говорил в начале этой новости, слили очень давно. Сейчас же кодовое имя Мэгги это Мали. Не сложно догадаться, что за все это время разработчики пробуют разные способности и их вариации. А вот с ножом и словами Бурята ситуация довольно интересная. Лично я могу предположить, что нож будет чем-то по типу скан Куная из все того же Тайтанфола. То бишь после его броска он будет отмечать всех противников, которые зайдут в зону его действия. И хочу напомнить ящик с патронами, который тоже слили в недавнем крупном обновлении. Некоторые датамайнеры предполагали, что это новый предмет выживания, но другие говорят, что вполне возможно это какая-то изобилок этой самой безумной Мэгги. Разумеется, что ситуация прояснится только ближе к выходу самого персонажа. Не стоит забывать и о том, что уже довольно давно каждый новый сезон мы получаем и новое оружие. Причем последнее время новый ган в том или ином виде имеет какую-то связь с героем. К примеру, винтовка 3030 была любимым оружием Фьюза и появилась в игре вместе с ним. Про связь Кара и Эш, думаю, уж точно говорить не стоит. А как же описывают Мэгги? Любительница взрывов, гранатометов и прочих фейерверков, которая с детства дралась с Фьюзом за золотую гранату. Если вернуться на несколько сезонов назад, можно вспомнить, как разработчики в официальной демонстрации скина на ведомый спалили не что иное, как гранатомет под названием PG-2. Изначально и PG-1 был ганом, который появился в Titanfall 2 и представлял из себя довольно бесячую штуку, стреляющую пучками энергии. До кучи эти пучки ваншотили противников в тело и являлись одной из причин подгорания пятых точек. Хотя, правда, ради таких причин в Титанопаде было достаточно. В любом случае, и PG-2, по всей видимости, является логическим апгрейтом этого оружия. Ибо события Апекса происходят спустя несколько десятков лет после последнего Тайтанфола. Узнав эту информацию, теперь вспомните про Мэгги. Да, пазл складывается и могу предположить, что это оружие появится в 12 сезоне вместе с Безумной Мэгги. Обязательно посмотрите ролики с забавным рандомом в рейтинге и тем, как пенсионеры играют в Апекс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова